Уважаемые мракоборцы, я вынужден сообщить вам, что сегодня ночью из тюрьмы Аскабан сбежал человек. Была ли это черная магия или же простое стечение обстоятельств? Но факт остается фактом. Хотите знать кто это? Его имя Сириус Блэк. Представитель благороднейшего и древнейшего рода Блэков. Сын Ориона и Вильбурги был рожден 3 ноября 1959 года. Был первым ребенком в семье. Статус Блэка обязывал его носитель исследовать маниакальному желанию сохранения чистой крови, чего юный Сириус не понимал. Сначала из вредности, а после собственных убеждений он отказывался от дискриминации маглорожденных, считая это делом ниже своего достоинства. Этим он вызывал презрение не только со стороны своих родителей и брата Регулуса, но и со стороны своих кузин Белатрисы и Нарциссы. И вот настало волшебное время. Учеба в Хогвартсе. И вот тут родители Сириуса ждало одно из главных разочарований. В этот момент определилась его дальнейшая судьба и Сириус Блэк был распределен на Гриффиндор. Наступили лучшие годы в жизни мальчика и оно ознаменовалось началом дружбы с тремя своими однокашниками. Питером Петтигрю, Римусом Люпином и с тем, кто стал впоследствии его самым лучшим другом. Джеймсом Поттером. Четверо друзей назвали себя мародерами и постоянно держались друг друга. Их дружба была настолько велика, что несмотря на то, что их друг был оборотнем, они не отреклись от него, пытаясь помочь тому в столь сложный для него час. Они становятся анимагами, людьми, способными превращаться в животных по собственному желанию. Так, например, Джеймс становился оленем, Сириус большой черной собакой, а Питер крысой. Вместе ребята изобрели карту, которую назвали карты мародеров. С помощью нее они могли пройти по всем потаенным уголкам замка, не попадая в поле зрения преподавателей и завхозов, чье передвижение также могло отслеживаться по этому кулачку пергамента. Однако, сплирадостная и беззаботная жизнь в Хогвартсе с лихвой компенсировалась проблемами в доме. Родители отстранились от сына, не принимая и не поддерживая взгляды последнего. Попытки вразумить своего отпрыска заканчивались скандалами и были тщетны. Даже пример в лице младшего брата не помогал. И вскоре Сириус сбежал из дома. За этот поступок мать выжгла своего сына из семейного древа. Благо бежать было куда. С превеликим удовольствием его приняли Поттеры, но надолго юный Блэк у них не задержался. Ему помог дядя Альфорд Блэк, который испытывал глубочайшую симпатию к своему племяннику и оставил тому в наследство дом и большую сумму денег. 17-летний Сириус вскоре переехал туда, но постоянно пользовался гостеприимством Поттеров, а после стал шафером на свадьбе Джеймса и Лили. И спустя некоторое время стал крестным отцом их новорожденного сына Гарри. Наступили неспокойные времена. Первая магическая война была в самом разгаре, а осенью 1980 года стало известно, что за сыном Джеймса и Лили начал охоту Волан-де-Морт. Основатель Ордена Феникса и директор школы Хогвартс Алибус Дамблдор предложил Поттерам укрыться в доме, защищенным заклятием Фиделиус. В роли хранителя тайны изначально был выбран Сириус. Но сам Блэк рассудил иначе. Слишком очевидным был выбор Джеймса, поэтому он предложил сделать хранителем тайны хвоста Питера Петтигрю, в то время как остальные будут уверены в том, что именно Сириус является хранителем. Но случилось нечто ужасное. Предательство. Питер примкнул на службу к темному лорду и предал Лили и Джеймса. После чего 31 октября 1981 года Волан-де-Морт убил родителей Гарри и, попытавшись лишить жизни и мальчика, пострадал и исчез сам. Вскоре об этом узнал крестный мальчика и незамедлительно отправился в руины дома Поттеров на своем летающем мотоцикле. Там же он встретил Хагрида, который по приказу Дамблдора пришел забрать мальчика. Сириус одолжил великану свой мотоцикл, после чего великан отвез Гарри на Тисовую улицу. Теперь настало время отыскать предателя. Бродяга нашел хвоста на одной из густонаселенных маглами улиц Лондона. Здесь же Петтигрю, решившись на отчаянную попытку спастись, обвинил во всем Сириуса, отрезал себе палец и, создав оглушительный взрыв, сбежал, превратившись в крысу. В это время Сириус был схвачен мракоборцами. По ложному обвинению в теракте и смерти Петтигрю, которую признали действительной, Блэк получил пожизненный срок в Аскабане, получив клеймо убийцы и клятвого преступника. 12 лет он пробыл в Атомаду. Холод, сырость и страх были вечными его спутниками. Одиночная камера, мимо которой неустанно пролетают стражи тюрьмы. Дементоры. Эти существа способны высасывать любые положительные эмоции в человеке, тем самым лишая его рассудка. Но способность превращаться в пса помогла Сириусу выжить. И когда тот узнал из газеты, что Петтигрю в образе крысы прячется в доме Уизли и является домашним животным Рона, он решился на побег. И наконец истощавший Блэк, использовав свою анимагическую форму, сбежал из тюрьмы. Спустя время министерство подняло тревогу. Ради безопасности учеников в Хогвартс были представлены пара охранников из Аскабана, которые постоянно искали Блэка. Тот же прятался в визжащей хижине. И именно туда Сириус утащил Рона, в руках которого была крыса. Дабы спасти своего друга, Гарри и Гермиона ринулись за псом, настигнув последнего в своем убежище, и наконец они встретились лицом к лицу. Гривы спутанных грязных волос свисала ниже плеч. Не будь глаз, горевших в глубоких глазницах, его можно было бы принять за мертвеца. Воскового цвета кожа так туго обтягивала кости лица, что она походила на череп. Желтые зубы оскалились у смешки. Это был Сириус Блэк. Завязалась недолгая потасовка, в ходе которой анимак обезоружил школьников, и после всего Гарри, впав в яростное неистовство, напал на крестного голыми руками. Драку остановил Люпин, внезапно появившийся в визжащей хижине. После недолгого разговора они явили троице истинное воплощение хвоста. Наконец Петигрю был разоблачен, а Гарри и Сириус смогли стать ближе. Но удача не была на их стороне, и из-за внезапного превращения Люпина в оборотня, Петигрю сбежал, а Сириус, после схватки с Дементрами, лишь при помощи Гарри сохранил свою жизнь, и с его же помощью смог снова сбежать из заточения в одной из хогвартских башен. В следующий год Сириус поддерживал связь со своим крестником на расстоянии, постоянно используя либо летучий порох, либо совиную почту. Но внезапное участие Гарри в турнире трех волшебников и прочие странные вещи, происходящие не только в Хогвартсе, но и во всем магическом сообществе вынудили Бродягу вновь вернуться в Хогвартс, дабы поддержать своего крестника и получить распоряжение от Дамблдера после того, как выяснилось, что Темный Лорд возродился. С этого момента Сириус перебирается в свой опустевший дом на площади Гримуа, который предлагает в качестве штаб-квартиры для вновь сформированного Ордена Феникса. И на протяжении всего года, вплоть до событий в Министерстве, Блэк не покидает это место. Волан-де-Морт решил действовать и обманом заманивает Гарри Поттера в Министерство Магии. Об этом Орден Феникса становится известно от Северуса Снега, и в отдел тайн направились лучшие маги Ордена, в число которых входил и Сириус. Однако для него эта битва стала последней. Только одна пара противников продолжала биться, не обращая внимания ни на что вокруг. На глазах у Гарри Сириус увернулся от Красного Луча, посланного Белатрисой. Он смеялся над ней. Ну же, давай, посмотрим на что ты способна, воскликнул он, и его голос раскатился эхом по огромной комнате. Второй Красный Луч поразил его прямо в грудь. Улыбка еще не сошла с его уст, но глаза расширились от изумления. Казалось, Сириусу понадобилась целая вечность, чтобы упасть. Его тело выгнулось изящной дугой, прежде чем утонуть в ровном занавесе, закрывающем арку. Гарри успел увидеть на изможденном, когда-то красивом лице своего крестного отца смесь страха и удивления, и в следующий миг он исчез в глубине древней арки. Занавес сильно колыхнулся, словно от внезапного порыва ветра, и сразу же успокоился опять. Раздался торжествующий клич Белатриса Лестрейндж, но Гарри узнал, что бояться нечего. Сириус просто упал, скрывшись за занавесом. Ну вот-вот появится с другой стороны арки, но Сириус не появился. В тюрьме Сириус оказался в 22 года. Полное имя Сириуса – Сириус Третий Блэк. Сириус – самый старший из мародеров. До чего же несправедливо обошлась с ним судьба. Казалось, он потерял все – родителей, друзей и самая главная жизнь. Однако он был истинным примером искренной и настоящей дружбы, воплощением отваги, смелости и чести. Он был меньше всего достоин такой участи, но смерть забирает самых лучших из нас. Но он погиб не напрасно, ведь все его начинания и мечты до сих пор живут в мальчике, который выжил. А на этом я заканчиваю свой рассказ о Сириусе Блэке. Надеюсь, вам понравится подобный формат видео. Поддержите канал лайком и подпиской, и тогда к вам неприметно прилетит письмо из Хогвартса. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok